Крупный план Мы ждать начали Этого события И вот уже сколько, полгода Наверное, проходит Да, совершенно верно И наконец-то 23 сентября, я правильно говорю, да? 23 сентября, это уже на следующей неделе В отеле Классик В прекрасном зале Я говорю не просто так, я там был, я видел Зал прекрасный, состоится квартирник С участием Александра Дмитриева И народной артистки России Натальи Исаевой, очередь за счастьем Да У нас уже там проходили Генеральные прогоны, репетиции В период карантина Когда это можно было делать Я уж так думаю, сейчас скажите, тайно проходили Нет Ну это все-таки репетиции, это рабочий момент Да, а теперь с 15 сентября Официальное открытие всех Театральных мероприятий И 23 сентября Мы Проводим наш квартирник Это уже будет официальная премьера Да, официальная премьера Ждем туда всех гостей, зрителей Приглашаем Помимо народной артистки России Там буду выступать и я Буду звучать мои песни Скрипка у нас Марат Девятьяров Клавишная Сергей Пыданцев И вторая гитара Мой друг Андрей Шамриков У вас такой звездный состав Довольно-таки Как сработались все вместе Все-таки вот скажу честно Да, вот мы с вами не первый раз в эфире Вот я слышал вот и ваши песни И все Ну когда вот я первый раз увидел Информацию о том, что вы готовите С Натальей Николаевной Вот этот вот Это ну концерт Или как это вот правильно Спектакль Спектакль больше Это все-таки спектакль Спектакль скорее всего В нем есть определенный такой сюжет Есть линия такая лирическая Все Вот когда я первый раз слышал Что вы готовите это вместе Я немножко удивился Да, вот Как Откуда это взялось Кому на ум пришло Ну Для меня большая честь И ответственность Работать с Натальей Исаевой Сразу вопрос такой А не страшно На одной сцене с народной артисткой Да еще с такой женщиной яркой Вначале было страшно Вначале было страшно Но Потом я посмотрел Что скорее Больше Натальи Николаевны Она помогает Где-то У меня проблема огромная Есть Я Хотя и пишу вроде бы песни Но Подводки к этим песням Мне даются сложно Язык достаточно Неострый Даже не знаю Как сказать Такой Речь немножко неправильная Выстроена Ну Наталья Николаевна Хотя бы немножко Мне подправила его И на Всех репетициях То есть я ощущаю От нее помощь идет Такая волна Просто энергетика Колоссальная Ну ведь Александр Вот это все-таки Спектакль на самом деле Да Там вы не просто Поете песни Вы там как бы Участник этого спектакля То есть там ведь Вы не просто Исполнитель Вы еще какую-то часть Актер Конечно Спектакль подразумевает В себе Взаимодействие Друг с другом Полное Ну вот этого мы Добиваемся Ну время было у вас Да Время было Полгода больше даже Сама идея вот этого Спектакля Она родилась У кого Это у Натальи Николаевны Или это ваша задумка Года два или три назад Когда я только начал Писать свои песни У меня Появилась задумка Я бы хотел Участвовать В каком-то спектакле В качестве исполнителя Своих песен Одной или двух Начал смотреть Какие есть у нас Спектакли Где можно Предложить себя Впоследствии Когда мы Случайно Буквально С Натальей Николаевной Разговорились Она предложила Говорит А давай Вот мы сделаем Вот таким-то Вот образом То есть Эта постановка Она делалась Конкретно Вот под вас Натальей Николаевной Да То есть это не просто Какой-то был спектакль Куда вас там Словно говоря Как грез Ввели Да То есть это уже делалось Конкретно Вот и под ваши песни Да Евгений Юрьевич Ланцов Нам сделал сценарий Это главный режиссер Кировского громчажа Да Сделал сценарий Этого музыкально-поэтического Спектакля Дальше мы стали С ним работать Что-то менялось По ходу дела И вот он получился Такой какой получился Ну вы так говорите Мне легко понять Потому что я на одном На одной из репетиций побывал И на самом деле Должен сказать Что у вас получилось Очень интересно Интересная Такая необычная Довольно-таки атмосфера Вот Необычная Такая партнер Оно все равно Немножко необычное Партнерство От вас И Натальи Николаевны Да Вы очень разные Вы на одной сцене И вы в одном сюжете Вот Но получилось Вы должен сказать Не знаю Как у вас будет 23-го К сожалению Не смогу побывать Потому что не буду В Кирове Вот Но тогда мне это понравилось Как-то вот Трудно было? Трудно Мучили вас? Ой, мучили Мучили, да То есть вообще Как сказать Как первоклассника Скажем так Мучили И все-таки Ну такая Рихтовка Подрихтовывали Когда мы начали Насколько глубоко В зале Сначала контекст вот этого всего произведения то есть вот там же само название но она конечно хорошая эффектная но немножко легкомысленными как спектакль посерьезнее чем его название нет я думаю да мы конечно долго спорили о названии спектакля вообще о том что такое счастье но там заново не спорить об этом но не всегда и у меня не всегда было такое ощущение что это вы знаете как спектакль артист произносит определенные реплики да то есть написано обошел сказал там у меня было ощущение такое что там некоторые реплики люди уже говорят просто по ходу есть такое то есть когда вот идет обсуждение особенно там что мне очень интересно да что там не только вы с наталья николаевна там весь вас музыкальный состав конечно в этом участвует рассказывает к этой истории причем я не знаю сыграно это или нет мне кажется тоже немножко импровизация безусловно здесь есть доля импровизации но это вот это мне как раз может быть и больше понравилось что это живо да а вообще вот смотрите вот вы выступают вы недавно съездили в санкт-петербург да да вот я тоже смотрел выступали на очень серьезно фестивале честно говоря да вот память аркадия северного да вот то есть вы в любом случае такой человек с гитарой выходящий на сцену а здесь вы в спектакле это такое некая даже вот особенно вот с учетом этой вот камерной обстановки это некая кабаре такое знаете в хорошем смысле этого слова такое дорогое кабаре вот вам не было неуютно скажем так что-то вы там бард со своей песней там а тут как-то вот часть чего нет мне было очень уютно во-первых уютный зал расположены зрители кто те кто присутствовали на наших репетициях мне очень нравится то что делала наталья николаевна тоже песни которые она пела стихи бродского они на самом деле очень глубокие и я также как и зритель то есть когда она читает стихотворение я также точно переживаю она первых читает конечно очень интересно особенно на фоне того как сам бродский читал свои стихи но тут есть еще такой момент она ведь смотрите вот я обратил внимание когда вы поете да условно наталья николаевна она ну садится садится как бы затемняется вы ходите вы но я обратил внимание что ли отчасти смотрят на нее потому что она еще все ваши песни она вот как это сказать она переживает их не вот на лице это переживание если она обогащает как бы то есть такое взаимное обогащение да получилось интересное хотя у меня вот тоже наверное как у вас было опасение что это очень эмоциональный человек и она она не играет она проживает как раз было такое опасение что вот как бы концерт вот когда мы еще как-то с вами до этого говорили что александр дмитриев до все-таки шоу как бы александр дмитриева здесь появляется наталья николаевна и думаешь так уже будет шоу наталья николаевна нет почему это и это наш на наша совместная программа тут вот я почему и хотел сказать что получилось именно совместная программа что вот меня например удивило и порадовало потому что как бы я очень рад что вот в этом контексте очень хорошо получились вместе с ней вот есть волнение перед премьерой такой уже на не скажем не на свою публику которых вы уже знаете людей да вот вот именно на людей которые могут просто взять и прийти да конечно есть некоторые переживания потому что люди начали уже абсолютно незнакомые покупать билеты заказывать их и страшновато страшно страшновато страшно да кстати вот мы еще не рассказали вот понятно все отель классик это нам о про о про 67 это недалеко от улиц карла маркса да 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 буквально очень удобно расположена как билет купить билет купить можно заказав его по телефону скажите номер номер телефона сейчас к сожалению сказать потому что иначе получится так что мы не дадим главного то есть человек который нас сейчас послушает и захочет все-таки на спектакль сходить вот вы пока ищите да да я пока вот вот я просто пока расскажу что да я был на вот таком на прогоне этого концерта и честно говоря вот вы знаешь бывает так что приходишь уходишь потом ощущение такое что ты чего-то не получил здесь мне было ощущение такое что получил больше чем ждал во первых потому что я конечно не знал всего что там ну задумано там частично может быть это видел социальных сях или что-то еще и не ожидал что получится вот так все это цельно получилось очень цельное представление она длится буквально где-то часа полтора наверно да вот так вот но она в принципе длится где-то один час 10 минут ну плюс плюс у нас фуршет он до начала он и до начала и после начала да и кстати это входит в стоимость билета да фуршет мне это тоже кстати мне эта идея тоже понравилась но все время фуршета стоимость билета у нас 700 рублей билеты вы можете заказать с бесплатной доставкой по городу по телефону 8 922 914 40 43 8 922 914 40 43 вот теперь уже стало понятно что можно позвонить поэтому номеру телефона и билеты с доставкой по городу то есть их еще и привезут я правильно понял да вот это все 23 билеты еще есть пока пока есть билеты так это говорим иногда бывает ну да говорим покупайте билетом люди звонят это собственно их уже нет но что-то вот второй день они продаются очень так пошло ровен надо надо да хорошо потому что вот тоже я прочитал сейчас еще люди как бы ну из этой вот если так можно сказать из коронавируса из пячки еще не вышли немножко да уже привыкли проводить вечера дома потому что везде все закрыто было у нас соблюдаются все меры предосторожности людям предлагаются маски на входе есть гель для анти бактерицидной есть возможность вымыть руки то есть все вот эти требования соблюдаются из опасности как бы не конечно да то есть все там приспособлено для того что конечно спокойно и безопасно есть ли какое-то возрастное ограничение возрастное ограничение 18 плюс 18 плюс я начал мучительно думать что что такое 18 плюс по моему честно говоря с некоторой долей перестраховки думал я что сделать 16 плюс или 18 плюс но есть описание сцен времен второй мировой войны оккупации расстрелы евреев это все описывается то есть как возможно из-за этого во избежание а в избежание проблем какие-то эмоции привести на молодых людей то есть 18 плюс но опять же надо сказать что такого рода ограничения если человек там ему 16 лет он приходит мир с родителями это уже на усмотрение и лога и тем более что вот если так вот отбросить вот эти моменты которых вы сказали то спектакль на самом деле очень светлый там есть вот эти моменты такие кульминационная немножко идет тоже вот интересного спектакля счастье да спектакль о счастье там начинается с такой ну советской песни там очередь за счастьем тогда вот там весело в конце это уже все так довольно весело и публика подпевает все такая довольно легкомысленная скажем так и и в то же время вот эти темы к вы не побоялись там вот вы говорите о войне там расстрелах в гетто в еврейском и так далее не побоялись как они вот в это все войдут но здесь идет противопоставление то есть вот что счастье но относительно и прекрасно данное произведение данные мои песни они легли в канву вот этого сценария тем более насколько я знаю песни вы пишете исключительно вот по личному скажем так из каких-то личных своих историй да то есть не пишете специально для спектаклей для кого-то да большинство выслушать большинство песен на я пропускаю через свою душу это темы которые лично меня касаются касаются либо моих родственников либо моих земляков каких-то сильных известных людей тоже вот эта военная тематика у вас она не просто абстрактная военная да вот именно эта судьба ваших там родственников там праведов дело вот и вот вписать такого рода вещь в такой сценарий скажем так легкий конечно трудно очень было получилось я думаю что те люди которые придут они тоже это заслуга уже чистой воды евгения юрьевича ланцова то есть он смог вот состыковать те произведения которые мы с натальей николаевной выбрали и решили их каким-то образом связать вот вы покажете 23 числа этот эту постановку покажите дальше себя если какая-то мысли показать и еще где-то еще раз еще не были у вас такие разговоры то есть те кто не сможет я посмотреть 23 числа будет ли нюкшан что это когда-то будет повторена суда периодически по заявкам зрителей слушателей мы будем проводить этот квартирник формат его подразумевается в зале в небольшом это как раз вот отель классик да посмотрел очень уютный зал очень очень уютный очень близкий к сцене то есть там когда все видно очень хорошо все что происходит а ближайший мой сольный концерт будет проходить в у днт 24 октября а в продаже билеты будут после 15 сентября появится то есть это уже вот чисто там будут звучать только мои песни коллектив музыкантов у нас устоявшиеся уже один и тот же такой большой ваш авторский да 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 вот как бывает интересно к сожалению наталья николаевна сейчас очень занята подготовкой да к спектаклям репетиции премьеры приходится самому что-то думать вот видите вот привыкли уже с народными то артистами работать получается очень интересно что у вас прямо вот за этим таким небольшим камерным как бы да вот спектаклем идет большой концерт на весь зал то есть такой контраст очень сильный да конечно вот семь песен в квартирнике очередь за счастьем 20 22 песни на большого произведения уже на большой за наталья николаевна не спрячешься да ну что ж удачи вам давайте еще раз повторим когда что будет происходить у нас музыкально-поэтический спектакль очередь за счастьем будет проходить 23 сентября в отеле классик с 18 часов 45 минут ну сразу поясню что 18 45 начинается не сам спектакль а фуршет небольшой такой очень уютный фуршетик да и потом уже но вам понравилось мне 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 понравилось фуршете и до и после и во время тоже во время когда я там не было смотрел спектакль мне понравилось значит начинается до 7 часов билеты можно купить позвонив по телефону скажите еще раз этот номер если у вас да у меня этот номер рядышком 8 922 914 40 43 8 922 914 40 43 то есть надо позвонить по телефону и билет будет доставлен билет будет доставлен в черте города бесплатно ну что я могу сказать александр удачи удачи очень желаю вам большой удачи потому что я думаю что я надеюсь что я не ошибся этот спектакль прекрасный огромное спасибо николай всего доброго всего возрастное ограничение концертов 18 плюс крупный план